Всем доброго времени суток, приветствую на канале История Монетки. Для начала, прежде чем мы приступим рассматривать саму монетку, хотелось бы сказать спасибо, так как на момент выхода видео количество подписчиков на канале медленно, но уверенно подойдет к отметке где-то 450-500 человек. Спасибо за просмотр и за активность. Напомню, у нас скоро будет конкурс на 700 подписчиков. Для конкурса нужно выполнить два условия. Первый это 700 человек на канале, а второй это примерно 50 просмотров на все видосы. Но ко второму пункту, во-первых, я не буду так строго относиться. К примеру, там есть рекламные видео, там есть видео, которые относятся к предыдущим конкурсам. Вот это считаться не будет. Плюс, конечно, если на канале будет там 700 человек, а на видосы будет там 40-45 просмотров, конечно, я не буду мелочиться и конкурс будет сразу проведен. Кстати, смотреть эти видосы это и в ваших интересах, так как я думаю, когда будет конкурс уже на 1000 подписчиков, провести его в виде стрима и сделать конкурс такой комбинированный. То есть, там будут вопросы, которые будут относиться к моим предыдущим видосам. Конечно, не будет вопросов в стиле, а какой там ботинок зашнуровал Геракл, когда гнался за Киренейской ланью, вот там правый или левый. Конечно, нет, там будет что-то такое общее, к примеру. Ну, там, какой там был шестой подвиг Геракла или седьмой. Вот, что-то в этом роде. Плюс будут общие вопросики по истории, плюс будут розыгрыши обычные с помощью чисел, то есть угадывание числа. Но к этому еще весьма много времени, и когда число подписчика будет подходить к 1000, и, конечно, я сделаю дополнительные видео, там, с правилами и так далее. Итак, приступим мы к монетке. Монетка из серии «Польский флот», 2 злотых 2013 года, отчеканена стандартным тиражом для этой серии, 800 тысяч штук. На монете мы видим изображение военно-транспортного корабля «Люблин», который был спроектирован и построен в Польше, на северной верфи в Гданьске. В эксплуатации находится с 1989 года. При этом на воду было спущено только 5 из 12 кораблей аналогичного класса. Остальные корабли, кстати, из этого проекта, также носят название городов Польши – Познань, Гнезда, Краков и Торунь. Этот корабль, выполняющий функции десантного корабля и еще задачи минного заградителя, способен перевозить до 9 танков и 17 транспортных средств. Может взять на борт до 135 солдат с вооружением, а вместо груза можно транспортировать до 134 мин заграждения. Длина корабля 96 метров, ширина почти 11, максимальная скорость хода 16,5 узлов, а дальность плавания 1500 миль. Экипаж корабля – 37 человек. Установление морских мин занимает 130 минут. Это первый в истории польского флота корабль под командованием женщины. Кстати, встретил я такую информацию, что этот корабль уже затонул во время учений НАТО. Но никакой более конкретной информации по этому случаю не было, утверждать не буду. Да, информации по самому кораблю немножко, как вы видите, и найти ее было сложно. Тем не менее, монетка очень интересная, как и вся их серия, и весьма симпатичная. Всем спасибо за просмотры.